В эту субботу в Кунгуре подведут итоги благотворительного мероприятия Рождественский марафон. Несколько месяцев неравнодушные кунгуряки собирали средства для помощи нуждающимся детям. Героиней марафона в этом году стала юная Лиза Калиниченко. Лиза долгожданный ребенок в семье Калиниченко. Девочка еще в утробе матери проявила свою любознательность, стремясь быстрее увидеть наш внешний мир. Она и родилась раньше срока, но слишком рано, на 26-й неделе беременности. На фоне этого у ребенка и развилась связанная с неврологией болезнь. Так как мы с папой понимали, что нам нужно стремиться сделать ребенка норму, мы к этому развивали ее, ходили на разные занятия и добились того, что мы добились на данный момент. Но проблемы проявились у нас в координации движений. То есть нарушена координация движений, нарушена мелкомоторика рук. Что у нас в дальнейшем, для нас это будет в школе проблематично. С письмом, с рисованием и с физкультурой. Шестилетняя Лиза посещает обычный детский сад и растет в компании обычных детей. И всеми силами девочка старается не отставать от своих сверстников. Но ей это очень сложно дается. Она с трудом передвигается и очень переживает, что ровесники ее воспринимают как-то не так. В этом году мы планируем пойти в школу, в первый класс. И постоянно ездим на реабилитацию, чтобы нам пойти в первый класс. Постоянная работа с инструктором ПАЛФК. Постоянные массажи у нас, чтобы ноги развивались. И мы стремились пойти как дети нормы. Узнав, что в нашем городе ежегодно проводится рождественский марафон, с помощью которого уже многим детям помогли с лечением различных недугов, семья Калиниченко решила, что это их шанс. Ведь необходимое их малютки лечение в реабилитационном центре для детей с ОВЗ стоит больших средств. Китайская методика восстановления координации движений и мелкой моторики рук обойдется их семье в 145 тысяч рублей. А это неподъемная для них сумма. Лиза очень нас любит. Петь. И во время пения она любит двигаться. Раньше она хотела стать певицей. Сейчас она у нас хочет стать ветеринаром. Потому что понимает, что нужно двигаться, нужно координацию движений. Вот. Любит она у нас еще рисовать. Но так как ручки у нас плохо слушаются, у нас это проблемы, да? И мы начинаем немножко беспокоиться. Очень общительные, активные. На этот раз здесь сразу все. Юная Лиза очень позитивная, умная и общительная девочка. Несмотря на тяготы, она всеми силами старается побороть недуг и надеется осуществить свою детскую мечту, стать артисткой и покорять сердца людей. Каждый из наших зрителей может помочь девочке своим неравнодушием осуществить ее мечту. Лиза очень надеется, что в скором времени сможет отправиться в Челябинск, где ее научат правильно ходить, танцевать и радоваться жизни. Оказать помощь семье Калиниченко может каждый, посетив мероприятие в рамках марафона «Подари надежду» и направив посильную финансовую помощь в специально установленные урны. На городском празднике Рождество в Кунгуре подведут итоги благотворительного марафона. Мероприятие пройдет в это воскресенье, 14 января, во Дворце культуры «Мечта». Для гостей праздника выступит Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии. Вход на мероприятие свободный.